Спасибо, дорогие коллеги. Для меня большая честь присутствовать здесь сегодня в качестве докладчика и более того, открывать нашу сегодняшнюю секцию, посвященную мега событиям. Мой доклад носит вводный характер и когда я его задумывала, то основной целью моей являлось представить взаимоотношения такого феномена, как мега события, спорта и процессы глобализации. Поскольку мега события и главным образом такие популярные мероприятия, как Олимпийские игры, как чемпионаты мира в течение уже последних нескольких лет позиционируются как события глобального масштаба и не рассматриваются отдельно от процесса глобализационного. Как бы я хотела построить свой доклад? Ну, прежде всего, я хочу представить вам несколько определений мега событий, посмотреть на то, как воспринимаются мега события с точки зрения спорта, исследователями прежде всего, и понять, откуда, собственно, взялись спортивные мега события, что привело к их возникновению и как они связаны с глобализационными процессами, которые имеют место уже в несколько последних десятилетий в нашем обществе. Существует целое направление социология мега событий, и ряд исследователей занимаются как мега событиями в целом, так и событиями, которые имеют отношение к сфере спорта. Посмотрим, как определяется это понятие. В принципе, если мы сравним определения, то обнаружим несколько общих элементов, но давайте посмотрим все-таки более конкретно. Итак, Марис Роше в работе «Mega Events and Modernity» определяет мега события как широкомасштабные культурные, в том числе коммерческие и спортивные мероприятия, которые имеют драматический характер, привлекают массовое общественное внимание и обладают международным значением. Здесь, конечно, сначала сочетание «Dramatic Character» ввело меня в некий тупик, поскольку я не очень понимала, с какой точки зрения перевести его, и обращалась за помощью к иностранным коллегам, поскольку я не могла понять, имеет ли здесь место описания размера события, либо все-таки характера его внутреннего. И после совещания с коллегами решили все-таки перевести как «драматический характер», подразумевая, что эти события включают в себя естественную драму. То есть то, что происходит, оно имеет некий театральный эффект. Отличительными характеристиками мега события с точки зрения Роше являются следующие моменты. Прежде всего, мега события приводят к значимым последствиям для места своего проведения, о чем сегодня будут говорить мои коллеги более подробно на эмпирическом материале. И второй важный момент – это то, что эти события привлекают значительное внимание средств массовой информации. Другое определение мега событий – Кеннет Робертс, его дает в работе «The Leisure Industries», говорит он о том, что мега события являются непрерывными, то есть регулярно происходящими мероприятиями, которые выделяются из общего ряда благодаря своим масштабам. Они носят международный характер, то есть аналогично определению Роше, и, цитирую, являются просто большими по своей композиции. То есть здесь размер у нас является определяющим критерием для мега событий. Мега события при этом обладают способностью передавать, транслировать информационные сообщения через телевидение и другие средства коммуникации миллиардам людей. Ну, мы подбираемся ближе к глобализации и смотрим на работу Джорджа Сейджа «Globalizing Sport», который говорит о мега событиях уже как о глобальных мероприятиях, то есть наконец появляется эта связка с глобализацией в сфере политики, экономики, культуры и спорта. Важно при этом то, что события организуются на международном уровне. И я думаю, здесь мы можем обойтись и без ссылки на исследователей, говоря о том, что спортивные события включают прежде всего летние Олимпийские игры, и в последнее время зимние Олимпийские игры также претендуют на этот статус, чемпионаты мира по футболу FIFA. Опять же, можно говорить о том, является ли мега событием чемпионат Европы по футболу, но я думаю, мы можем об этом поговорить более подробно уже после доклада. Собственно, мега события в этом ключе мы рассматриваем как элемент глобализации. И обращаясь к основателю и разработчику теории глобализации Роланду Робертсону, мы можем понимать глобализацию как совокупность множества социальных процессов, которые включают в себя взаимодействие между индивидами, группами, сообществами, перемещение людей, товаров, идей, собственно, транснациональные связи между государствами, корпорациями, неправительственными организациями. И в том, что общественное сознание начинает воспринимать эти глобальные взаимосвязи и разделять некие глобальные ценности. То есть глобализацию можно определять как объективный и субъективный процесс компрессии мира, сжатия мира и того, что мир начинает восприниматься как единое целое. Собственно, по Робертсону можно выделить пять, и в последних его работах выделяется шестая стадия глобализации. Они здесь перечислены, я думаю, подробно я их не буду характеризовать, а лучше более подробно поговорю о глобальной спортизации, которая вытекает из этой концепции. Итак, Джозеф Магуайр, исследователь глобализации и последователь Норберта Элиаса, используют как раз концепцию глобализации для того, чтобы рассмотреть то развитие спортивной сферы, которое имело место параллельно процессу глобализации. И он складывает эти два понятия, глобализация и спортизация, соответственно, получает при этом процесс под названием глобальная спортизация. Итак, что же это такое по Магуайру? Ну, несколько слов, собственно, что такое спортизация по Элиасу. По мнению Элиаса, с развитием цивилизации происходит процесс цивилизации спортивной сферы. Возникает, возрастает социально-культурная роль спорта. Спорт приобретает традиционный, спорт приобретает более цивилизованные формы. И игры и соревнования обретают оформление, то есть становятся упорядоченными, приобретают дисциплину, развивают, устанавливают строгие правила. Изначально спортизация состоялась в Англии и стала одним из сопровождающих явлений процессу парламентизации. То есть тесно связана с политической сферой, по мнению Элиаса, спортизацию. Элиаса разделяет спортизацию на две волны. Первая волна приходится на XVIII век. Здесь основными формами досуга, которые становятся соответствующими видами спорта, являются крикет, охота на лис, скачки на лошадях, верховая езда и бокс. И вторая волна спортизации характерна уже для XIX века, когда современные формы приобретают футбол, регби, теннис, легкая и тяжелая атлетика. И по мнению Джозефа Магуайра, фаза зарождения глобализации и ее начальная фаза совпадают с волнами спортизации Англии, как раз описанными мной сейчас, XVIII-XIX века, когда происходит вытеснение традиционного или народного спорта. И три последующие фазы глобализации соответствуют, опять же, стадиям, которые выделяет Робертсон. Так, в 1870-е, 1920-е годы на фазе взлета глобализации происходит экспорт британского спорта в континентальную Европу, в колонии и по всему миру. Возникают международные спортивные организации и международные соревнования между национальными командами, которые начинают выезжать из Англии и проводить, соответственно, спортивные мероприятия. То есть здесь глобальная спортизация выражается в принятии спортивных правил, которые регулируют тот или иной вид спорта, и институционализация международных соревнований, включающих в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира уже на этом этапе. Но являются ли эти события событиями мегамасштаба, можем мы спросить. И здесь Джозеф Магуар не согласен, поскольку смотрит на развитие спортивной, глобальной спортизации уже на других фазах глобализации. Отмечая при этом, что четвертая фаза глобальной спортизации характеризуется борьбой за гегемонию 20-60-е годы 20-го века, когда происходит распространение американского спорта по всему миру. Главным образом бейсбола, баскетбола, хоккея и волейбола, ну хоккея, спорта возникшего в Канаде, конечно, давайте говорить, скорее тогда распространение спорта из Северной Америки. И формируются глобальные принципы управления спортом на данном этапе, которые предусматривают менеджмент, маркетинг, администрирование по американским принципам. В Европе наблюдается рост рабочего движения, идеологическая борьба между капитализмом и коммунизмом, и на этом этапе спорт становится одной из площадок холодной войны. Собственно, холодная война и определяет содержание пятой стадии глобальной спортизации с 60-х до 90-х годов, когда центральное место занимает борьба идеологии. Ну здесь Магуар отмечает также, что борьба за права меньшинств также включена в этот этап, и выход на международную арену, в том числе на международную спортивную арену стран третьего мира, так называемых, которые отбирают спортивные позиции у бывших метрополий во многих видах спорта, например, бадминтоне, легкой атлетике, футболе. Помимо участия в самих соревнованиях, страны Африки, Азии, Южной Америки начинают претендовать также и на участие в глобальном управлении мировым спортом. То есть, по мнению Магуара, на рубеже 20-21 веков международный спорт формирует глобальную спортивную фигурацию, если пользоваться терминологией Элиаса, которая основана на миграции игроков, тренеров, администраторов и исследователей спорта, в том числе, между нациями и континентами. Состовными элементами глобальной спортивной фигурации также является перемещение технологий, производство спортивной одежды, распространение информации о спортсменах и соревнованиях с помощью глобальных средств массовой информации. Спорт начинает конструироваться и создаваться в процессе взаимодействия средств массовой информации и бизнес-корпораций. И как раз на данном этапе спортивные события приобретают характер мега-событий. Спасибо. То есть мы можем говорить, что в конце 20-го века, в начале 21-го века, в 90-е и 2000-е годы, Олимпийские игры и начинают характеризоваться, приобретать характеристики, типичные для мега-событий. Об этом свидетельствует, конечно, рост количества участников соревнований, которые достиг в Лондоне, количество стран достигло в Лондоне 204, и количество зрителей, которые уже достигают нескольких миллиардов. По разным оценкам от 4 до 5 миллиардов человек наблюдало за Олимпийскими играми. Так, ну я буду тогда переходить к выводам и коротко охарактеризую причины роста популярности Олимпийских игр, которая и лежит как раз в основе того, что эти спортивные соревнования стали мега-событиями. Джон Хорн, работа for the four knowns of sport mega events, в журнале Leisure Studies, выделяет эти причины, называя, среди прочего, развитие новых технологий массовой коммуникации. Особенно развитие спутниковой связи играет центральную роль в том, что Олимпийские игры и чемпионаты мира становятся мега-событиями. Вторая причина – это формирование союза или альянса между спортом, медиа и бизнесом. Исследователи спорта называют такой союз золотым треугольником. Спортсмены, средства массовой информации и спонсоры как раз и трансформируют профессиональный спорт в тот феномен, который мы наблюдаем сейчас. С конца 80-х годов в Олимпийском движении работает так называемая программа ТОП, «The Olympic Program», которая позволяет избранным корпорациям заявлять себя в качестве официальных партнеров Олимпийских игр. И постоянными партнерами являются корпорации «Кока-Кола», «Кодек», «Виза», «Панасоник», с 2000 года «Макдональдс» ходят в их ряды. И аналогичная модель работает также в случае чемпионата мира по футболу «Фифа». И, наконец, третья причина – то, что спортивные мегасобытия предоставляют возможности для того, чтобы продвигать города и регионы как в экономическом, так и в символическом плане. В связи с тем, что развивается такая отрасль промышленности, как городское развлечение, и трансформируется городское пространство, спортивные события приобретают одну из важнейших ролей в этом процессе. Ну, собственно, перечисленные процессы способствуют росту внимания исследователей к тем преимуществам, которые мегасобытия не только в спорте, но и в других общественных отраслях создают для места их проведения, для тех людей, которые участвуют в этих мероприятиях. Однако одновременно провоцируют дебаты о негативных последствиях таких событий. И я рада передать слово своим коллегам, но прежде чем это сделать, буду благодарна за комментарии, дополнения, суждения по спортивным мегасобытиям и их связи с процессом глобализации. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Большое спасибо за вопрос. Процессы глобализации и антиглобалистское движение, конечно, неотъемлемы от развития глобализации, особенно заметны они как раз становятся в 90-е годы. Но что касается олимпийского движения. Проблема эта замалчивается, связанная как раз с негативными эффектами, о которых я начала говорить, о олимпийских игр. Но антиглобалистское движение очень активно работает в направлении противодействия олимпийским играм и пытается бороться как раз с тем освещением, которое дает СМИ. Здесь можно рассматривать антиглобалистское движение в качестве скрытого актора процесса противодействия глобализации, который проявляется в конфликтных ситуациях. Я думаю, что коллеги, которые работают с эмпирическим материалом, более конкретные примеры приведут. Я могу вспомнить по этому поводу деятельность известного канадского исследователя Хелен Ленский, которая наблюдала процесс становления и развития олимпийских игр в Ванкувере. То есть вскрываются все негативные стороны, связанные с деятельностью бизнеса, спорта и так далее. Ну, это касается не только причем спорта, скорее такие глобальные явления, тоже можно сказать, явление глобальное, как коррупция, как нарушение прав человека и так далее. То есть на локальном уровне также выстраивается целое движение, которое выступает против того, чтобы города становились единообразными местами проведения олимпийских игр и борются за сохранение своей идентичности, прежде всего. Продолжение следует... Это очень интересно. Интересный вопрос, поскольку идеологию, с одной стороны, мы можем рассматривать как движение за конструированной национальной идентичности, то есть стремление государства представить свою нацию на международной арене самым благоприятным образом и продвинуть ее имидж, говоря языком таким не очень русским, используя терминологию «promote». С другой стороны, конечно, сложно развести идеологию и глобализацию, поскольку идеология также испытывает процесс воздействия глобализации. Здесь также мы наблюдаем столкновения. Конечно, не такие столкновения, как во времена Холодной войны, но тем не менее каждая нация стремится закрепить свое могущество в том числе в спортивной сфере. Здесь, конечно, в первую очередь можно говорить о формировании, о конструировании имиджа, международного имиджа отдельной страны. И я думаю, что, да, безусловно, мы должны сочетать, уже рассматривать эти взаимосвязи, которые складываются между глобальным с спортивным развитием, глобальными процессами в сфере не только спорта, но и бизнеса, и национальные стремления каждого государства. Спасибо большое за вопросы и комментарии. Добрый день. Мегасобытие сегодня процветающее исследовательской индустрии, о чем отчасти свидетельствует то, что на грядущей конференции БАСИС в апреле в Оксфорде будет две панели, посвященных мегасобытиям, в том числе и их восточно-европейской специфике. Извините, так вот это должно называться. То есть мое сообщение сегодня посвящено тому, как можно связать между собой научные институции и международные саммиты. И я бы хотела сопоставить, я бы точнее хотела сначала сказать, что научные институции я буду использовать в двух смыслах. Первый из них, самый элементарный, это места проведения саммитов. А второй, более сложный, мне хотелось бы немного поговорить об отличиях контекстов, в которых осмысляются мегасобытия в целом, и такой специфический вид событий, как международные саммиты, ну скажем так, в западном и российском контексте. Так вот, на этом слайде вы видите место, в котором проходил саммит, как его произносит в России, АТЭС или ОПЕК, в ноябре 1997 года, в таком иконическом здании, расположенном в кампусе университета Британской Колумбии, сконструированном ведущими архитекторами и являющимся, как бы, вот иконой не только университета, но и Ванкувера в целом. А это российский ответ на необходимость достойно подготовиться к проведению саммита. Это, как бы, вот слайд, снимок, сделанный с воздуха в отношении того, в смысле, и на нем можно видеть, как выглядела часть Владивостока, по мере того, как он готовился принять зарубежных гостей в сентябре этого года. Я просто покажу еще несколько слайдов, чтобы вы на минуту погрузились в контекст этой подготовки. На этом слайде, в частности, интригует то, что сообщение о строительстве Дальневосточного федерального университета обрамлено символикой вот этого самого саммита. И мне, в частности, интересно, каким образом риторика подготовки к саммитам, необходимость проведения их на самом высоком уровне, используются региональными и городскими властями для достижения своих целей. И я должна сказать, что буду использовать в своем сообщении материалы своего очень скромного поля, несколько десятков интервью, которые я взяла у тех стейкхолдеров, которые согласились поговорить со мной. Часть из них связана с подготовкой к проведению саммитов ШОС и БРИК, которые на два года поставила на уши город, в котором я базируюсь, Екатеринбург. И саммиты прошли летом 2009 года. И несколько также интервью я провела с людьми, причастными к подготовке только что закончившегося в сентябре этого года саммита во Владивостоке. Кроме этого, что касается эмпирического материала, я довольно подробно смотрела, естественно, региональную, федеральную и городскую прессу, и изучала дискуссии блогеров по поводу происходящего. Ну вот еще несколько любопытных материалов, почерпнутых, как вы видите, из сети. Это страницы из Википедии, где можно видеть очень длинный список объектов, которыми Владивосток намеревался достойно встретить и достойно ответить на этот вызов, состоящий в том, что ему была уделена честь быть хозяином саммита. И аналогичный материал журналистки о таинственном острове Русский, где слева от вас вы видите тоже достаточно, в общем-то, такой озадачивающий, обескураживающий перечень объектов, которые нужно было построить для того, чтобы вот таки на самом высоком уровне саммит-то и прошел. Ну и дальше вот уже тоже материалы прессы, они свидетельствуют о том, что по мере того, как от подготовки к саммита город и регион перешли к переживанию его последствий, вот того, что в литературе о мегасобытиях называется legacy, events legacy, как, соответственно, регион и город справлялись вот с этим противоречивым, безусловно, наследием, которое подготовка оставила. И несмотря на, ну, скажем так, те риторические сложности, которые понарастающие испытывают журналисты в нашей стране для того, чтобы описывать происходящее, о том, какие риторические сложности используют исследователи, я еще скажу. Ну вот на этом, например, скриншоте мы видим, что не весь Дальневосточный федеральный университет переедет на остров Русский к началу учебного года, так осторожно сформулировал ректор. И здесь аналогичный материал по чем-то из новых известий, где рассказывается о том, что студенты обречены жить в недостроенных общежитиях и учиться, ну это как раз те немногие студенты, которые переселились на русский и учиться в недостроенных корпусах. И поскольку эта конференция, насколько я понимаю, посвящена, среди прочего, знакомству коллег с достижениями личного научного хозяйства, вот позвольте мне сказать, что по поводу противоречивых связей между городами, регионами и мегсобытиями я опубликала вот такой текст по-русски в недавнем номере отечественных записок. А что касается тех саммитов БРИК и ШОС, что я только что упомянула, вот такой текст мне удалось опубликовать, где я как раз разбирала сложности торга городских и региональных властей с федеральными властями, которые особенно усилились тем, что весьма масштабные планы по полному изменению лица города, как заявил один из областных политиков, были приняты до глобального финансового кризиса. А реализовывать эти планы людям предстояло уже по мере того, как глобальный кризис разворачивался. Соответственно, нарастали сложности с кредитами раз. И, соответственно, федеральное правительство тоже, скорее всего, ну, скажем так, отозвало некоторые обещания. И фактически, насколько можно судить по материалам прессы и намекам некоторых из людей, кто согласились со мной поговорить, фактически эти саммиты в 2009 году город и область проводили на свои деньги. И когда вот весь этот противоречивый материал мы рассматриваем, конечно же, мы сталкиваемся с большим числом и концептуальных, и риторических, и в последнее время, особенно, конечно, сильно, политических вызовов, состоящих в том, что, с одной стороны, термин или приставка «мега» стремительно обесценивается. То есть «мега» прибавляется практически ко всему, что претендует хоть на какую-то значимость. И вот здесь я привожу курьезный пример, состоящий в том, что вот этот киоск с красной надписью рядом с одним из корпусов нашего университета называется «мегафуд». И, соответственно, мы знаем «мегамарт», и просто «мега», и так далее, и так далее. То есть здесь очень много такого, как бы, риторического обесценивания. А с другой стороны, если уже всерьез задумываться над тем, что мы сравниваем, когда говорим о мега-событиях, что есть смысл вообще сравнивать, и как можно сравнивать именно исследовательские, то мы сталкиваемся с большим числом сложностей, заключающихся в том, что если в критической географии и урбанистике за последние 15 лет сложилась достаточно интересная традиция критического осмысления мега-событий, я вот здесь перечисляю некоторые из ее, так сказать, векторов, некоторые из ее направлений, то мы здесь, как и во многих других вещах, только-только приступили к тому, чтобы готовящиеся и уже прошедшие международные и мега-события описать, как столкнулись с вызовами, которые очень аккуратно описал в своей блестящей, ироничной, предваряющей наше собрание и речи Борис Колоницкий, как бы не обречены ли мы будем в скором времени описывать происходящее в терминах надоев, посевов, привеса, поголовья и так далее, и так далее, не придется ли нам серьезно задуматься в отношении того, какой язык годится для того, чтобы продолжать заниматься тем, что мы занимались. И я вот хотела особенно обратить ваше внимание на последний свой тезис о том, что с моей точки зрения в ряде текстов, написанных западными коллегами, в частности, упомянутым уже Вероникой Марисом Рошем, с моей точки зрения преобладает слишком прекраснодушный анализ мега-событий, как компонента модерности. Он начинает с Экспа в начале XX века, заканчивает Олимпиадами в конце XX века, и у него это получается, ну, я бы сказала так, меланхоличными, такой нелишенной меланхоличности, отстраненности анализ, суть которого заключается в том, что ну как же вот мега-события, с помощью мега-событий и политические элиты решают свои задачи, с помощью мега-событий города решают задачи своего продвижения. Что мне кажется недостающим в такой теоретической рамке, это учет того, до какой степени неолиберальная глобализация обрекает на жесткое соревнование между собой города и регионы, и, конечно, с кучей оговорок, но вот эта логика неолиберальной глобализации, она все равно проявляется в России с тем, конечно, дополнением, что у нас далеко не всегда ясно, только ли за видимость на глобальной карте соревнуются между собой города, или они соревнуются за доступ к федеральным ресурсам. И вот интересно, что те региональные, городские чиновники, которые дали интервью, естественно, взяв с меня страшную клятву, что никогда и нигде это не будет опубликовано, интересно, что почти все они подчеркивали вот этот момент торга, возможность торга, который открывают для них те или другие мега-события, проведение которых на своих территориях они первоначально достаточно жестко лоббируют, так вот они подчеркивают, что мега-события для них шанс, мега-события для них есть возможность привлечь к себе те деньги, которые в противном случае федеральный центр направил бы на какие-то другие нужды. И вот я уже упомянула о том, что мне кажется недостаточно критичным, недостаточно созвучным вызовом, может быть, последнего десятилетия эта книжка, в известном смысле классическая книжка Мауриуса Роша, и я вот тоже хочу сказать, что с одной стороны, те критерии мега-события, которые он в ней предлагает, можно лишь с некоторыми оговорками отнести вот к моему полю, к моему материалу, международным саммитам, и я здесь перечисляю один, два, три, это то, что совпадает у мега-событий, международных событий, а то, что отличает международные саммиты от Олимпийских игр или, положим, чемпионатов мира и Европы по футболу, это как раз массовая привлекательность, и вот этот самый, это драма, которая разворачивается на глазах миллионах болельщиков, когда они созерцают соревнования, в котором участвуют любимые спортсмены. И просто, чтобы показать, в чем здесь проблема, я хочу сказать, что, когда мы перечитываем книгу Роуш 20 лет спустя после того, как она сделана, мы, конечно, видим, что вот эта массовая привлекательность, она должна быть нами переосмыслена с учетом того, что даже очень интересно, достойно и с фантастическими затратами только что проведенные Олимпийские игры в Лондоне, даже они, несмотря на то, что, с одной стороны, они, безусловно, вызвали подъем национального самосознания и явились, безусловно, праздником для большого числа людей, разумеется, не только англичан. Они в то же время и по мере того, как готовились, и по мере того, как проводились, и после того встречали достаточно основательное сопротивление. И вот примеры этого я привожу. Ну, с одной стороны, граффити и, ну, скажем так, стрит-калчур, а с другой стороны, очень интересно, что даже в таком специфическом издании, как Нью-Йорк Таймс, была помещена подборка мнений экспертов, которые высказывались, и, в общем-то, я бы сказала, без особого энтузиазма в ответ на вопрос, больше ли проблем создают Олимпийские игры, нежели обеспечивают какие-то выигрыши. И, соответственно, когда дело доходит до вот этого, до драмы, разворачивающейся на глазах людей, что Морис Рош считает характерной чертой мега-событий, я бы сказала, что за те годы, что прошли со времени написания его зашкаливающей просто по индексу цитирования книги, и эту драму, мне кажется, мы должны пересмотреть с учетом того, какую существенную цену платит население этих стран, правительство которых решило поиграть в эту игру, решило включиться в этот процесс посредством мега-событий решения экономических проблем своих стран, и в какие тем самым долги они погрузили свои страны. И здесь я привожу очень интересную цитату из одного из журналистов английских, который много говорил с греками в 2010 году. И вот вы видите, что те высказывания, которые он себе позволяет, у меня, например, вызывают множество ассоциаций с совершенно другой страной. И вот чтобы показать, что мне кажется здесь особенно интересным и значимым, я бы, во-первых, сказала, что совершенно непонятно, как об этом сегодня писать. Об этом я уже упоминала. Имеется в виду, что если я, например, скажу, что сухой остаток почти всех высказываний, которые я записала на диктофон, дав обещание информантам с большой долей оговорок это все публиковать, заключается в том, что практически все они, высказываясь о мега-событиях, делали это таким образом, что это можно уложить в три таких хлестких слова. Распил, абуза и бардак. Ну и вот как бы семантическую связь между этими понятиями вы можете сами установить. То есть понятно, что события в российском варианте дают возможность, но как я показала до того, не только в российском варианте, дают возможность очень серьезного освоения, очень серьезных бюджетов. Что касается абузы, то, конечно, это абуза прежде всего для городских правительств. И во время подготовки к событиям, но в особенности после того, и что касается бардака, ну тут я думаю о комментарии излишни. И, следовательно, вот первоначальные вопросы, которыми я задавалась, когда писала маленький текст, в котором сопоставляла саммит в Ванкувере и саммит во Владивостоке, первоначальные вопросы, которыми я задавалась, были такими. Были ли какие-то особые причины того, что именно университет во Владивостоке стал главной площадкой саммита? Можно ли университеты считать стейкхолдерами, когда дело доходит до проведения крупных международных событий? И получается, что ну вот по нарастающей, по мере того, как я делаю этот маленький проект, я ловлю себя на том, что эти вопросы, если и можно ставить, то их можно ставить только риторически, потому что, в общем-то, ответ на них достаточно понятен. А вот что непонятно, и что действительно исследовательски интересно, это, вот если мы возьмем мир, страну, регион, город, какой из этих масштабов, шкал, какая из этих шкал активнее проявляется в соединении, например, образовательной инфраструктуры и событийной инфраструктуры. И пытаясь ответить на эти вопросы, обнаруживаешь, что если сложности, с которыми сталкиваются инвесторы при подготовке спортивных мегасобытий зависят в том числе и от высоких требований Международного олимпийского комитета, ФИФА, УЕФА и так далее, и так далее, то специфика организации саммитов во многом зависят от того, как сами национальные, региональные и муниципальные игроки понимают свои имиджевые и экономические возможности. И вот, собственно, саммиты, если опять-таки обратиться к материалу интервью, осмысляются прежде всего как возможность торга, ну, с кучей, конечно, оговоров здесь можно использовать это выражение, между региональными и федеральными властями. Во-вторых, они были предлогом для местного бизнес-сообщества начать амбициозные проекты, так сказать, в экстремальных условиях, что обещало возможность сократить время и расходы на бесчисленные согласования, землеотводы, коммуникации, архитектуры. В-третьих, они готовились и проводились, соединяя советские практики пускания пыли в глаза и постсоветские деловые стратегии работы с длинными деньгами. И вот еще раз повторю, что учитывая во многом формальную природу организации, вроде БРИК, ШОС или ОПЕК, никаких международных стандартов подготовки городов к проведению таких событий не существует. И, соответственно, получается, что саммиты становятся очень мощным компонентом риторики, которые используются для фактически обравдания в глазах населения вот тех нешуточных затрат, которые отнимаются, конечно, в смысле для того, чтобы быть вложенными здесь. Эти деньги отнимаются, конечно, от каких-то других задач. И вот тот предварительный вывод, который я сделала, сравнивая риторику подготовки к саммитам в 2009 году в Екатеринбурге и риторику подготовки к саммиту в 2012 году во Владивостоке состоит в том, что если в 2009 году власти всех уровней, включая и федеральные, достаточно заботливо обрамляли происходящее в терминах, так сказать, глобализационного нарратива и слова и выражения вроде того, что добиться того, чтобы Россия активнее зазвучала на международной арене, или добиться того, чтобы Екатеринбург активнее зазвучал в мире, там бывший мэр города заявляет, что с открытием пятизвездочного отеля Хаят Екатеринбург вступает просто-таки в новую фазу своей истории, занимает совершенно иное место в глобальной истории и так далее, то приметы 2012 года и того, как это все, ну, скажем так, оформлялось и описывалось, является тот момент, что уже не морочится, ни журналисты, ни власти, увязыванием происходящего с какими-то глобальными процессами. Это можно по-разному интерпретировать, но тем не менее, вот такой симптом наблюдается. И, с вашего позволения, еще две минуты я займу, чтобы подчеркнуть, что вот как бы двусмысленная ситуация исследователя, который занимается такими вещами, состоит в том, что, когда я, например, повторяю распил, абуза и бардак в русскоговорящей аудитории, я фактически фиксирую банальности, известные всем. Когда я демонстрирую детали подготовки к саммитам или показываю сложности, ну, сложности, с которыми сталкиваются власти и население, справляясь с последствиями от этого бардака, я тоже ни для кого не открываю секреты. Но когда это же самое знание, я пытаюсь упаковать таким образом, чтобы предложить его, скажем так, западной публике, я сталкиваюсь с тем, что там коллеги, работающие по иным стандартам и преследующие иные, скажем так, критерии доказательности, может быть, даже и резонно ожидают от меня цифр, ожидают сравнение, например, того, сколько обещало федеральное правительство выделить в начале и сколько оно, в конце концов, дало, дало, простите, и получается, что здесь тоже исследователи обнаруживают себя на весьма зыбкой почве, состоящей в том, что с одной стороны постоянно делающие вот так и очень активно работающие телом и лицом информанты, которые очень бы не хотели, чтобы детали происходящего как-то были включены в академический контекст, а с другой стороны очень разняющиеся цифры, которые публикуются на сайтах газет и звучат с трибун. То есть, иными словами, даже если ты пытаешься продемонстрировать, что интересующие тебя процессы происходят все-таки на разных шкалах, и эти шкалы не ограничиваются национальной, федеральной и городской, для того, чтобы это звучало доказательно, ты опять-таки упираешься в то, что можно мягко назвать политику вообще и политике знания в частности. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо, Елена. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, здесь на самом деле вот может быть более ясно будет, что я имею в виду, если я еще такую деталь включу. Вот если посмотреть всю дискурсивную продукцию, которая была произведена применительно к саммитам 2009 года, там очень интересно то, что во-первых, готовились протесты в городе, то есть небольшие группы населения. Аплодистрация готова? Нет. Нет. Небольшие группы населения пытались, как это в общем-то они читали в зарубежной прессе, воспользоваться саммитами для того, чтобы продемонстрировать не только не антиглобалистские настроения, как на Западе, печально прославившие Сиэтл, и кстати Ванкувер, о котором я говорила, а для того, чтобы воспользоваться вот этим событием, приездом десяти президентов, для того, чтобы ну, что называется make a statement. Ну, понятно, что все это было подавлено в зарудуше еще до начала. Но вот разговор с несколькими людьми из Владивостока и Хабаровска показывает, что вроде бы даже и ничего подобного и не происходило уже летом. То есть даже и попыток не было использовать вот это событие во Владивостоке для того, чтобы хотя бы что-то сказать. То есть вот это с одной стороны очень красноречивая тенденция, а с другой стороны мне кажется, что по мере того, как, ну, я не знаю, изоляционизм, вот педалирование нациалистического дискурса и так далее, и так далее, известные нам вещи, которыми отмечена ну, трансформация, скажем так, федерального, самовыражение федерального правительства, по мере того, как оно становится с одной стороны все более сориентированным на национально-религиозное возрождение нации, по мере этого глобалистский дискурс, к которому еще несколько лет назад активно прибегал и президент, и премьер-министр, и люди так или иначе причастны к принятию решений, он полностью уходит из повестки дня как нерелевантный. Но здесь, конечно, надо смотреть, почему это происходит. Ну, вот я это пока так условно обозначаю, как бы, может быть, это и потеряло смысл. Спасибо, очень интересно. Я задал вопрос, вопрос. У меня два, на первых, выводят в распилы, бордак, так сказать, отчасти возвращаясь в вопрос, который мне задали, это, что это собственно-российские феномены и это глобальные феномены связанные с элементом с моментом развития цивилизации и засалят, они происходят с потерянным, как бы и говорили, об этом простое. А второй вопрос собственно-российский, вот как бы, значит, с местной точки зрения, ну, скажем, с точки зрения жителей, скажем, из Востока или тоже владеют власти Востока, возникает такая игра, что вот эти миллиарды, которые, они ведь им бы не достались другим, даже если достается какая-то малая часть от того, что я бы инвестировал, все равно это остается им, и дальше, в связи с этим, что-то можно делать. Так что игра, это не как бы выигрышная, хотя, так сказать, конечно, она поигрышная, но для государства, как мы говорили, не бюджетный и так дальше, но, так сказать, вот эта абстрактная сумма против очень конфетных выигрышей, вот это интересно, как вы переживаете. Спасибо. Что касается, что касается специфичной для России распил, обуза и бардак, ну, я просто хочу воспользоваться случаем, Александр, и сказать, что, ну, я, конечно, нервничала во время вашего доклада еще и в том отношении, что он мне напомнил вот те студии глобализации, которые, в частности, развивает Энтони Гидденс, из которых явствует, что, ну, глобализация, это как бы неумолимо разворачивающийся процесс, и да, в нем, конечно, есть победители и побежденные, но то, что в нем есть побежденные, это проблема самих побежденных. Вот в нескольких книгах, которые он публиковал в последнее время, это объясняется следующим образом. Авторитарное правительство, гендерное неравенство, ну, в общем, все, что вы можете назвать негативного, характеризующего развития тех или других стран, может быть использовано в качестве объяснения того, почему у них так все плохо. То есть глобализация, вообще-то это хорошо, а если некоторые еще не включились в этот процесс, то это проблема того, что недостаточно еще далеко продвинулись те или иные государства и страны по пути, по пути демократизации. Это, конечно, очень лукавый аргумент. Я вот его в последнем тексте своем критикую, потому что, говоря о политэкономии, это это такого рода аргумент лишний раз напоминает нам о том, какую роль Гидден сыграл в правительстве, в неолиберальном правительстве с моей точки зрения. Может быть, я здесь слишком настойчиво культивирую герменевтику подозрения, но так или не иначе, мне кажется, что вот как раз политэкономия, за которую вы радуете, она здесь может оказаться очень полезной в том смысле, что возможно, наверное, и по-другому смотреть на то, почему глобализация оборачивается нарастанием неравномерности развития стран. И мне кажется, что российские проблемы, они отчасти объясняются тем, что изначально по мере того, как кристаллизовалась экономика, перестройка, по мере того, как к власти приходили так называемые либералы, уже тогда их позиции, уже тогда их действия были гораздо сильнее связаны с, ну скажем так, командой гарвардских мальчиков, Джеффри Сакс с американскими и восточноевропейскими советчиками, с весьма и весьма двусмысленной позицией европейских правительств, которые риторически приветствовали российскую перестройку, но в действительности, как это сейчас документально описано, делали не так уж много для того, чтобы она в действительности развернулась эффективно. То есть, вот когда я говорю о том, что может быть есть смысл более активно культивировать так называемый полимасштабный или мультискалярный анализ, я имею в виду, что какой бы эпизод российской истории мы не взяли, его есть, по-моему, смысл помещать в контекст более масштабной истории, в частности, истории глобализации или нарратива глобализации. И в этом смысле, когда мы возвращаемся к распилу обузи и бардаку, мне вот кажется весьма полезным сравнивать то, что происходит в России, может быть, не столько с западными странами, сколько со странами, которые раньше назывались странами второго и третьего миров. Вот я делаю другой свой проект, где я сравниваю российские мегасобытия с мегасобытиями в странах БРИК. И вот то, что у нас, например, называется распилом, в России называется разделить деньги по-бразильски. То есть имеется в виду, что коррупционная составляющая организации таких событий, она, в общем-то, наличит практически везде. Это никто не отрицает, это очень хорошо показано и гораздо лучше документировано в других странах, нежели в российском случае. И, соответственно, как здесь сравнивать и кого здесь обвинять. То есть мегасобытия это очень часто предпосылка мегафиаско. И есть очень хорошие экономисты и географы, которые убедительно показывают, что вот этот гигантизм, присущий ведь не только российской модерности, но присущий вообще неолиберализму, вот этот бессмертный и повсеместно воплощаемый принцип the bigger the better, он оборачивается тем, что всегда превышаются первоначально оглашенные суммы расходов. И как бы отдельная искусность правительств национальных и стейкхолдеров, и корпораций, которые включаются в подготовку тех или других мегапроектов и мегасобытий состоит в том, чтобы таким образом поиграть с ожиданиями публики, чтобы в конце концов она проглотила дважды, трижды, четырежды увеличившиеся расходы. И как раз на фоне того, как ведется подготовка к мегасобытиям повсеместно, Россия не выглядит каким-то особенно патологическим случаем, каким-то особенно клиническим случаем, как мы, как бы измученные вот этими хроническими неудачами готовы иногда думать. И в этом смысле сравнение, ну, по возможности грамотно проведенные, хорошо бы, конечно, еще какие-то ресурсы, оно может иметь и политический эффект, и это не обязательно будет негативный политический эффект. Это что касается первого. А что касается того, что, да, власти Владивостока, даже если и, скажем так, аккуратно распределят кое-что между собой из выделенного им центром, в конце концов направят некоторую часть этих ресурсов на городское развитие, не знаю. Я вот специально смотрела, опять-таки, на риторическое обрамление происходящего. Дескать, вот мы, городские власти, общаемся с горожанами, как бы нам вместе справиться с тем, что у нас сейчас происходит после того, как саммиты закончились. Там знаете, на каком уровне идет общение с горожанами. Вот вы, горожане, просили отремонтировать указатель с большой дороги на малую. Мы его отремонтировали. То есть, имеется в виду, что, ну, это просто, конечно, какое-то зашкаливающее лицемерие, это, конечно, это, конечно, ну, просто какая-то обескураживающая имитация деятельности, при том, что все мы знаем, что случилось с мостом на остров русский, как бы, очень-очень многие знают, какая негативная ситуация сложилась вокруг университета. То есть, получается, что вот эта комбинация распила и бардака, о которой я здесь говорила, она оборачивается тем, что вряд ли все-таки выигрывают местные жители, выигрывают все-таки другие люди в рамках вот этой сложной конфигурации интересов, которые мы находим на местах. Другое дело, что если обратиться, опять-таки, к опыту других стран, то, да, есть воодушевляющие примеры. Вот только что с отсутствующей здесь Александра Ицик, мы были на конференции, посвященной мегасомытиям в Восточной Европе. Саша, простите, я вас не заметила. Извините. Мы были на конференции во Львове, посвященной мегасобытиям в Восточной Европе. И очень интересно, там рассказывал нам мэр Львова о том, каким образом этот город осуществлял подготовку к чемпионату Европы истекшего лета 2012 года. Там, например, смотрите, при подготовке спортивных мегасобытий страны должны очень четко следовать нормативам ФИФа и УЕФа. И нормативы ФИФа в случае Львова сказали во Львове представители ФИФа должны заключаться в строительстве пятизвездочного отеля. Без пятизвездочного отеля никуда. И вот власти Львова очень аккуратно поступили. Они пригласили других маркетологов, которые провели аккуратное исследование того, какой звездности отель в этом городе нужен. И выяснилось, что нужен такой двухзвездочный, в который бюджетные шведские, немецкие, исландские, ирландские туристы поедут, а в пятизвездочный нет. То есть получается, что если городское правительство существует в условиях не столь зашкаливающей централизованной экономики, и если, ну я так скажу, климат демократии, он каким-то образом еще наличит в стране, то доброй воли стейкхолдеры, в частности руководители муниципалитета, на то, чтобы события проводить нормально, так, чтобы они оборачивались и радостью для горожан, ты можешь увидеть больше, нежели в каких-то других, более нам и болезненно нам знакомых контекстах. Спасибо, Ирина. Ну уже несколько докладчиков говорили, что последние годы руководство, последние десятилетия руководство многих стран и городов стремится привлечь мегасобытий, не является исключением из-за этого ряда Россия, ну не случайно в следующем году у нас проводится универсиада в Казани, в 2014 году алимпийские игры в Сочи, потом дальше у нас чемпионат мира, уже также вот эти политические саммиты и так далее. Организаторы игр обещают большие выгоды, ну среди них можно перечислить привлечение инвестиций, развитие туризма, строительство новых объектов, инструктура, о которых уже говорила Елена, появление новых рабочих мест и вот, кстати, по поводу идеологии рост престижной страны и города на международной арене. Критики подобных, проведения подобных мегасобытий говорят о издержках, которые приводят мегасобытия. Изъятие собственности, потеря жилья, работы, разрушение привычного образа жизни, разрыв социальных сетей, нарушение прав человека, снижение роли местного исправления, ухудшение экологической обстановки. В данном случае сталкиваются две логики. Первая логика, которая вызывает к выгодам мегасобытий, это логика гомогенного субъекта, когда в основном к этой логике апеллируют организаторы мегасобытий и представители академического сообщества, в первую очередь экономисты, когда говорят, что они апеллируют и говорят от лица нации, страны, города, горожан. И в этом случае мегасобытие представляется как общее благо. Другая логика, это логика взаимодействия, столкновения интереса множества субъектов, то это больше социологическая перспектива, когда город, горожане, это не гомогенные субъекты, это разнородные группы, социальные группы с разными интересами, и соответственно выгоды и издержки от мегасобытий распределяются неравномерно. И что важно, исходя из этой логики, существуют победители, допустим, в первую очередь это политические элиты и крупный бизнес, и проигравшие, в первую очередь, конечно, малоимущие группы населения, мелкие, собственники, арендаторы, различные меньшинства. Цель данного доклада рассмотреть один из аспектов влияния спортивных мегасобытий на города, борьбу за культурное производство пространства на примере подготовки к Олимпийским играм в Сочи. Доклад основан на материалах полевого исследования, проведенного в 2010-2011 году в Медицинской Низменности, собственно, район, где сейчас строятся основные спортивные объекты. Следование было проведено при поддержке Института проблем правоприменения Европейского университета. Ой, так, вернуть как обратно. Качество теоретического инструмента для анализа эмпирики я использую концепцию машин роста, предложенную Логаном и Молочем. В данном случае главная идея данной концепции заключается в том, что коалиции политических элит крупного бизнеса выдвигают на повестку дня идеологию экономического роста. И в этом случае сталкиваются два вида стоимости. Меновая стоимость за которую принципу которой следуют элиты и потребительская стоимость за которую пытаются отстаивать рядовые горожане. И как раз Олимпиада является тем случаем поводом для привлечения в движение на повестку дня идеологии экономического роста. Ну, а здесь важно сделать несколько поправок концепции машин роста для Олимпийского Сочи но может даже и для всей России но пока я могу только говорить о Сочи что важно если Логан и Молоч они как известно это теория на американском материале американского города что важно что в данном случае главным победителем является не локальные политические элиты и бизнес Сочи а общенациональные ну так скажем московские региональные краснодарские политические элиты и бизнес структуры вторая поправка в России в отличие от американских городов которых на примере которых создают свою концепцию Логан и Молоч имеют нестабильный режим собственности как в американских городах а это переходный режим от запутанной системы собственности которая существует на настоящий момент в России и третья очень важная тоже важная поправка что все-таки Логан и Молоч смотрят рассматривают анализируют демократический режим в американских городах а здесь мы имеем дело все-таки с авторитарным политическим режимом ну и немного о фокусе своего исследования о поле я в первую очередь я проводил исследование меритинской низменности до проведения то есть до объявления олимпиады это было сельхозяйство на крае на Сочи значительная часть населения была занята сельским хозяйством а также мелким бизнесом это аренда жилья для туристов курортный сезон в 2007 году после когда Сочи выбирают олимпийской столицы именно этот район становится основные объекты именно сейчас строятся в этом районе и именно меритинская низменность стал эпицентром олимпийского конфликта ну я не буду подробно останавливаться основные группы понятно что население достаточно разнородное с различными социальными капиталами культурными капиталами но что важно в рамках моего исследования что 90% населения эмеретинки в 2007 году были неформальными собственниками они не имели формальных прав и по олимпийскому закону они изначально не имели права на компенсацию что в общем-то стало одной из главных и при этом они не могли легализовать до 2007 года свои права собственность так как эмеретинская находилась в санитарной зоне и это стало как бы одной из главных причин олимпийского конфликта борьба за компенсацию борьба за собственность я также не буду подробно останавливаться на олимпийском конфликте это очень долго но что важно очень важно рассматривать что это не просто был конфликт между скажем государством или машинами роста и гражданским обществом конфликт был достаточно более сложен потому что скажем акторы представляющие интересы жителей они были так разнородны и они могли пойти на альянс на временный альянс с группами представляющие интересами организаторов игр машин роста то есть здесь постоянно идет процесс перезаключения временных альянсов при этом группы представляющие интересы жителей могли вступать друг с другом в конфликт то есть конфликт более сложен основные этапы конфликта сейчас тоже не будут долго останавливаться по поводу производства культурного пространства но несмотря на то что конфликт более сложен так или иначе группы представляющие машины роста следуют определенной стратегии это превращение заброшенной сельхозяйственной окраины Сочи курорт мирового уровня ориентированно туристов из высших классов при этом данная стратегия предполагает не только физическую трансформацию пространства строительство спортивных объектов гостиниц элитного жилья но и дискурсивно производство образа Сочи курорт мирового уровня все это приводит к тотальному переопределению пространства конечная цель стратегии излечения прибыли превращение пространства меритинки в товары для внешнего потребления в свою очередь фактически у жителей меритинки не было шансов бороться против олимпиады противостоять олимпиады и соответственно они переходят к тактикам хоть что-то получить в результате олимпиады ну тут тактики в данном случае скорее понимаю по десерто но я уже говорил что невозможно противостоять стратегии машин роста и они переходят к частичному сопротивлению хотя бы что-то выиграть в данном случае важная тактика это игра на противоречиях элитных групп и для этой цели они заключают альянсы с отдельными группами машины роста дальше что интересно они превратили в ресурс частичного сопротивления в ручное управление важно то что в Сочи многие принципиальные решения не решались на местах местными организаторами игр все ждали указки сверху то есть указки последнего самого главного лица Путина и это затягивало время допустим долго не принималось решение об изъятии собственности и это позволяло отставить кое-какие интересы далее ну конечно главная цель любой ценой остаться жить в Эмеретинке и для этой цели допустим им удалось в результате конфликта выбить себе место так называемой деревне Уникрасовка куда переселяли частично некоторых жителей переселяли в эту Уникрасовку тактика заключалась также сохранение хотя бы некоторых сегментов старого пространства Эмеретинки например там они боролись за дикий пляж за сохранение зеленых наслаждений и цель данных тактик консервации хотя бы отдельных мест которые во-первых будут дальше привлекать туристов не с высокими доходами а во-вторых останутся объектами внутреннего употребления самих местных жителей ну один из пример скажем такой тактик не отдам дом за 15 дней престижа или борьба за пляжи ну пляжи не для кафе баров и гостиниц пляжи для отдыха и здоровья не дадим жуликам и ворам уничтожить то что подарила нам природа кто если не мы благодарю за внимание но имеется ввиду я пока противоставляю физическому производству пространства как изменения кроме физического изменения практик физических изменений пространства идеологическое идеологическое Но имеется в виду создание определенной идеологии. Создание определенной идеологии. Но как это проявляется? Если это понятно, то это точно не есть. Понятно. Как отдельное? А вот как пространство перепроизводится? Ну, когда мы говорим о Сочи, курорт мирового уровня, это же культурное производство пространства. Мы пытаемся наделить данное пространство Меретинки, что превратить именно смыслами иными. Причем смыслами, противоположными, те, которые вкладывают местные жители. И это идеология получается. Да. Ну, хорошо, да. Ну, я потом... Спасибо большое. Я была очень интересна для этого вопроса. Я не могу понять, как понять лучше ситуацию. А не, например, в связи с этим вопросом не рефер, а почему не рефер, а почему не рефер, а почему именно? Кажется, вам не рефер. Ну, я не знаю, просто в традиции, по крайней мере, той литературе, которая посвящена Олимпийским играм, эта теория активно применяется. И что здесь важно, еще для меня лично, это фокус на собственности. То есть противопоставление миноменной стоимости и потребительской стоимости, чего нет у Олифевра, насколько я помню, если я не ошибаюсь. Потому что собственность, это был один из ключевых фокусов моего исследования. У Олифевра это отсутствует. Активистов. Да, да. Хорошо, да. То есть политический контекст, конечно, важен, но сразу говорю, что те лозунги, которые живут в Олифевре, это представила очень малочисленная группа активистов. Большая часть жителей, все-таки, не выходили на митинги. Они боролись другими способами. Они пытались как-то кооптироваться, прийти к соглашению, вели секретный разговор. Она, конечно, затронула, но митинги были, конечно, не такие, как в Москве и Петербурге. Да. Конечно, там была группа активистов, которые являются членами Солидарности или каких-то других групп. И, конечно, они пытались также соединить это событие с вот этими политическими лозунгами. Ну, да, спасибо большое. Да, обязательно. Хорошо. Спасибо большое. Именно политический контекст возглавляет политизируемые издержки. Да. Да, спасибо. А, хорошо. Да. Да, да. Да, да, да. Да, то есть, вот это интересно, кстати. С одной стороны, на каких-то этапах экологи, местные жители, собственники вступают в коалиции, но на какой-то момент они стали вступать, у них случился конфликт, потому что экологи говорили, что это санитарная зона, а если санитарная зона, жители не могут получить компенсацию за свою собственность. То есть, они тогда вообще остались бы ни с чем. И как раз представители интересов собственников очень активно стали давить экологов, чтобы те замолчали и не мешали получить хотя бы что-то от этого государства. То есть, здесь очень достаточно сложные отношения между ними. Спасибо за вопрос. На самом деле, когда я пару лет назад занялась анализом этой ситуации вокруг строительства нового стадиона в Петербурге, я как-то не ожидала, что такой небольшой проект растянется надолго, и теперь уже непонятно, когда закончится строительство, и совершенно непонятно, когда закончится сам анализ этого строительства. И, в принципе, я второй год уже подряд делаю доклад на эту тему. За год изменилось очень многое. Но еще в прошлом году у меня появилась вот эта метафора сравнения стадиона с «Алисой в стране чудес». Единственное, что стадиону досталась только одна часть гриба, которая провоцирует рост. А вот эта уменьшающая часть гриба стадиону не досталась, поэтому наш стадион постоянно растет. И рост продолжается. Ну, может быть, в какой-то момент он все-таки остановится, или произойдет что-то еще. Основные вопросы, которые меня интересовали, это, во-первых, какие политические и культурные амбиции стоят за самим проектом стадиона, каковы интенсивности содержания участия горожан в процессе реализации этого проекта. Основной метод, который я использовала, это дискурсивный анализ, то есть, в принципе, не интервью, а именно анализ публикации в СМИ и обсуждений, очень активных обсуждений в интернет-блогах и форумах. В прошлом году я еще пыталась немножко играть с идеей того, что стадион же тоже можно рассматривать как некое общее благо, и, возможно, это можно применить и к нашему стадиону, который все никак не могут построить, но в этом году как-то я поняла, что... Ну, еще в прошлом году это выглядело сомнительно, но в этом году я окончательно отказалась от этой идеи, потому что уже непонятно, то есть, если еще год назад хотя бы про болельщиков футбольного клуба «Зенит» можно было сказать, что для них этот стадион является неким общим благом, то на сегодняшний момент и для них тоже стадион превратился в кошмар, страх, ужас, от которого... Здание, от которого неизвестно, чего можно ожидать. Пока что я остановилась вот на этой идее иконического здания, различные мегапроекты. Да, почему, собственно, мой анализ петербургского стадиона попал на сегодняшнюю, именно на эту панель, потому что, когда изначально стадион только планировался, он вообще никак не был связан ни с какими мегасобытиями. Это был просто проект домашнего, нового домашнего клуба для местного футбольного клуба. Но в 2010 году было принято решение о том, что Россия получает право проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Петербург, естественно, сразу же претендовал на то, чтобы принимать активное участие в организации этого мегасобытия. Соответственно, и политические игры вокруг этого стадиона, и экономическая ситуация вокруг стадиона тут же изменилась, что, собственно, позволяет рассуждать о нем именно в контексте обсуждения вот этих мегасобытий. Что, собственно, специфично для иконического здания? Необычный, уникальный, инновативный дизайн. Доступная дистанция от центра города – это может быть либо пешеходная дистанция, либо очень хорошо организованная инфраструктура. Это здание должно быть доступно. Как отмечают многие урбанисты, такие здания часто располагаются около воды. С петербургским стадионом все прекрасно. В чем плюсы, почему город заинтересован в том, чтобы реализовать такой проект, построить необычное новое, пусть и слишком дорогое здание? Их часто рассматривают как источник гордости, такой объект, который помогает реидентификации местных жителей. Естественно, поддержка СМИ для этого процесса реидентификации используется. Обычно эти здания носят либо просто публичное значение, как раз влияя на самоосознание горожан, но чаще всего связаны также с публичным использованием. Естественно, городские власти, принимая к реализации такие проекты, стремятся поместить город на глобальную карту, заявить о себе, как-то изменить глобальный имидж города, поучаствовать в этом соревновании между городами за представителей креативного класса, за инвестиции и так далее. Эти здания проблематичны тем, что очень часто они нивелируют окружающее пространство, делают менее заметными окружающие архитектурные ансамбли. Также в таких иконических зданиях очень часто, естественно, мы можем наблюдать либо глобальные, либо местные архитектурные метафоры. Если мы говорим о стадионе, как о иконическом здании, то там всегда присутствует местная локальная символика. Вот возвращаясь к этой идее глокал, всегда либо цвета местного футбольного клуба, либо какая-то символика городская и так далее. Ну и, собственно, различные международные выставки, чемпионаты, олимпиады, саммиты и так далее очень способствуют тому, чтобы такие здания строились. Небольшой пример, который я использую для такого как лирическое отступление с одной стороны, с другой стороны, как недавний совсем опыт наших ближайших соседей, участие украинских городов в организации Евро 2012 года этим летом. Было построено два новых стадиона – Донбасс-арена в Донецке и Львов-арена во Львове. Оба эти проекта были связаны с тем, что привлекались иностранные проектировщики, иностранные застройщики. В этих случаях я использовала не только дискурсивный анализ, но и брала несколько интервью с местными людьми, просто чтобы сориентироваться в контексте. Основные жалобы от… Причем местные люди – это были таксисты, работники гостиниц и так далее, не коллеги, с которыми я встречалась на конференциях. Основное, что обсуждалось, что, да, иностранные застройщики, например, как в Донецке, это была турецкая фирма, привезли своих рабочих, строили хорошо, быстро, эффективно, бесшумно, не матерясь. Но таким образом город не получил ни одного нового рабочего места, да, при подготовке к проведению Евро. Примерно то же самое происходило во Львове, только там местные жители жаловались на то, что приехали рабочие уже из Донецка передавать опыт своего успешного строительства стадиона. И, в принципе, по уже публикациям в украинских СМИ, очень подчеркивается разница между этими стадионами. Говорится о том, что все-таки в Донецке вот удалось реализовать эту идею какого-то нового инновативного здания. Якобы это единственный стадион, где по всему периметру используется только стекло, да, стеклянный фасад. Другие инновативные инженерные технологии использовались. Местные жители его называют конфорка, потому что ночью он светится ярким, сине-голубым таким неоновым цветом. Это стало очень популярным местом для вечернего времяпрепровождения молодежи. И что мне еще показалось интересным, мне удалось пообщаться там за год до проведения Евро и буквально через месяц после того, как Евро закончилось. И за год все местные жители мне говорили о том, что какой кошмар, что происходит. Всю нашу транспортную систему перекроили. Железные дороги не справятся с перевозкой всех этих фанатов, болельщиков и так далее. Мы опозоримся. Вот это действительно был такой страх и трепет. Мы опозоримся, все будет плохо, мы обанкротимся еще при этом. И никаких радужных ожиданий у местных жителей не было в принципе. Через месяц после окончания Евро мы не опозорились, все хорошо. Это единственное, что звучало от тех же самых местных жителей. Ну и, собственно, с большой долей юмора к организации подготовки отнеслись. Уже зимой за полгода до проведения Евро, собственно, появляется масса очень самоироничных рекламных продуктов. Когда как раз львовский стадион все никак не могли достроить и сдать, появляются плакаты «Создай себе свой стадион», продаются специальные наборы, когда можно вырастить дома стадион и так далее. Ну и, естественно, там кафе, рестораны тоже готовились очень в ироническом ключе. Ну и, собственно, случай нового стадиона в Санкт-Петербурге. Это то, как выглядит изначальный проект. То, как проект выглядит сегодня, не знает никто, потому что он менялся уже очень много раз. Ну, небольшое такое, как бы несколько исторических дат и каких-то фактов, которые постоянно повторяются в СМИ. Ну, собственно, вся история начинается в 2004 году, когда впервые начинают обсуждать идею того, что, в принципе, городу нужен, наверное, новый стадион. К этому решению пришли не сразу. Обсуждали долго, отказывались, потом снова возвращались к этой идее. Несколько раз менялась, как бы, локализация этого стадиона. То первая идея была, конечно, разрушить стадион Кирова и построить на его месте новый стадион. Подключилась немногочисленная группа любителей истории города, которые пытались говорить о том, что, вообще-то, это тоже интересное историческое здание со своими интересными архитектурными инженерными решениями, которые неплохо было бы сохранить, имею в виду стадион Кирова. И даже была идея построить вот этот новый большой стадион рядом с Московским вокзалом. Видимо, вместо того торгово-развлекательного центра, который уже успели построить, ввести в эксплуатацию и раскритиковать. Ну и, собственно, тут вот эти все технические данные и факты приводятся только для того, чтобы показать, как все менялось за все эти годы. Но государственный заказчик остается пока все тем же самым. Генеральный проектировщик, к сожалению, японский архитектор умер, не доведя свой проект до конца. Соответственно, дальнейшие изменения проекта вносил уже не он. Генподрядчик менялся постоянно. Технические характеристики тоже постоянно менялись. Ну, вы видите, да, сначала планировалось 62 тысячи зрителей, потом 68, когда стало понятно, что это будет одна из основных аренд для проведения чемпионата мира 2018 года уже 70 тысяч зрителей. Количество этажей менялось. В общем, по поводу поля там тоже было очень много отличительной черты. Да, это разбежная крыша. Изначально планировалась крыша, которая будет закрывать только зрителей в случае дождя, снега и непогоды. Потом городские власти сказали, что нет, все-таки футболисты тоже важны. Тем более, что произошел переход футбольного календаря на новый режим. Да, мы теперь и зимой играем в футбол. Соответственно, нужно крышу увеличить, чтобы она закрывала полностью весь стадион. Естественно, это не могло не привести к подорожанию проекта. Водвижное поле тоже там очень много менялось. Самое то, что волновало еще год назад больше всего болельщиков, это пивной трубопровод, который планировалось изначально построить, но довольно быстро от него отказались. И вот болельщики очень переживали именно из-за этого изменения. Темы, которые, собственно, поднимались, до сих пор поднимаются, обсуждаются в средствах массовой информации. Бюджет, который постоянно растет, увеличивается, периодически из него изымаются деньги, возвращаются деньги. Никто не знает, как он, собственно, структурирован. Какая часть бюджета поступает из городской казны, какая часть от Газпрома, какая часть из федеральной казны. Это постоянно обсуждается, причем как болельщиками, которые некоторые задают наивные вопросы, некоторые пытаются выступать как эксперты, претендуя на то, что они что-то знают. Комфорт, безопасность. Но тут это связано еще с постоянно меняющимися требованиями FIFA, UEFA, когда постоянно нужно отслеживать, насколько еще не построенный стадион будет соответствовать новым требованиям. Строки окончания строительства – это постоянная тема, которая постоянно поднимается, дедлайн постоянно откладывается. Ну и, собственно, изменения проекта и дизайна. Несколько стат я привожу просто из разных ресурсов. В основном это официальный форум футбольного клуба «Зенит», где, собственно, отдельная ветка посвящена исключительно стадиону. Там якобы должны работать веб-камеры, которые должны постоянно онлайн показывать, как идет строительство, но они как-то постоянно выключаются, включаются, не очень понятно. Деятельность веб-камеры тоже постоянно обсуждается. Ну, собственно, бюджет, тут цифры приведены. На сегодняшний день, я так понимаю, что это один из самых, если не самый дорогой стадион, но в Европе точно. Вот слухи о структуре бюджета, о различных договорах, переговорах между сначала Валентиной Ивановной Матвиенко и Алексеем Миллером, потом еще подключились президент и премьер-министр. Коррупция, воровство, откаты, ну, собственно, то, что вы сегодня уже упоминали, Ирина, тоже постоянно обсуждается. Причем вот к обсуждению бюджета подключаются не только болельщики. Понятно, что болельщиков это тоже интересует, но обычных простых горожан, которые, может быть, не смотрят футбол и не болеют за «Зенит», тоже интересует, почему из городской казны столько денег уходит на вот это эфемерное непонятное строительство, которое никогда не закончится. И постоянно слышатся возгласы, давайте мы лучше построим все-таки мост, давайте мы все-таки построим больницу. И постоянно ведутся подсчеты, сколько больниц можно было бы уже построить на эти деньги и так далее. Комфорт, безопасность, ну, постоянно обсуждается. Там изначально было запланировано недостаточное количество парковочных мест, но оно такое и осталось. С транспортной системой до сих пор все не до конца продумано. То ли монорельс будет строиться, то ли еще что-то. Часть шоссе уже построена. Теперь появился еще проект нового моста. В общем, это тоже все постоянно меняется. Проект несколько раз отправлялся на доработки. Причем как-то происходит. Строительство останавливается, проект посылается на доработку. Все ждут, пока он вернется. Генподрядчик, оправдываясь, говорит, что у нас нет проекта, мы не можем строить. Ну и так далее. Ну и тут замечательные цитаты, которые я не могла не вставить. Фантазии болельщиков. Они очень много фантазируют о том, каким они хотели бы видеть стадион с подогревом. И так далее. Чтобы было удобно. И футболистам, чтобы было тепло. И так далее. Ну, сроки реализации я уже сказала. Последний срок реализации, который официально объявлен, 14-й год. Но генподрядчик уже в средствах массовой информации, пресс-службы, генподрядчик уже заявил о том, что реальный срок это 15-й год. Да, и тут нужно оговорить, что 15-й год это действительно очень важная дата для самого футбольного клуба «Зенит». Потому что если нового стадиона не будет, то «Зенит» не сможет принимать участие в Кубке Уэфа. Потому что тот стадион, который сегодня существует, не соответствует уже требованиям Еврокубков. Ожидание страхи. Ну, основной страх построили бы его вообще, да, то есть непонятно, будет ли он реализован. И, естественно, очень пугает возможность подорожания билетов на матчи. Это тот вопрос, который задается постоянно, задается всем. Задается Медведеву, Полтавченко, Миллеру и всем. Ну и, собственно, вот, да, что ожидалось, что мы имеем на сегодняшний стадион. Был нужен новый стадион, до сих пор нужен, до сих пор нет. Нет, необычный дизайн, с дизайном уже ничего не понятно, будет ли в итоге здание хоть сколько-нибудь интересно в архитектурном плане. Совершенно никому не известно. Стремление повысить популярность «Зенит», локального патриотизма и так далее. Ну, собственно, так как у нас один единственный футбольный клуб на весь город, и он показывает достаточно большие успехи, то популярность его растет и без нового стадиона. А вот проблема ожиданий прибыли, да, есть очень много исследований, естественно, экономических социологов по поводу того, какой бюджет строительства стадиона разумен, а какой нет. Если мы рассчитываем хоть когда-то в будущем получить прибыль, все очень просто, бюджет делится на количество посадочных мест. А в данном случае ожидать какие-то прибыли в обозримом будущем очень сложно. Ну и ожидания политической поддержки – самое эфемерное, наверное, самое эфемерное ожидание, потому что в итоге даже очень лояльные к городской власти болельщики этой осенью исполнили замечательную песню «Губернатор Жилоб» на стадионе в присутствии губернатора. И прозвучал лозунг «Продай дачу, дострой стадион», да, когда уже ни о какой поддержке, в общем-то, речи нет. Ну и, собственно, критика экспертов постоянно возрастает. Если раньше она не звучала, то сейчас она звучит постоянно. Болельщики разочарованы, горожане перешли уже к возмущению. Самая интересная фигура во всем этом проекте – это «Газпром». Это вот белые начинают и выигрывают. Это единственная пока фигура на доске, которая избежала критики. Миллер изначально не брал на себя никаких повышенных обязательств. Он не говорил о том, что это мы построим стадион, мы подарим стадион. Нам неизвестно, какие договоренности были между городскими властями и «Газпромом». Поэтому никакой критики в адрес «Газпрома» и «Миллера» лично не звучит вообще, в принципе, ни от болельщиков, ни от игроков. И, в принципе, в прошлом году у меня было подозрение, что все-таки само здание, сам проект стадиона – это исключительно такой дискурс корпорации. Спасибо за внимание. Это то, как выглядит стадион сегодня. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует. Пожалуйста, какие вопросы. Продолжение следует. Продолжение следует. Возможно. Продолжение следует. В consult緬. Присвались плоды. Пример, там, сметон приглашалось… Ну, несколько раз, значительно пригоршалось сметон, т.е., на то, чтобы просто д doświadровать давление. И, в общем, дolla имеет разные аспекты, скажется, давение к смете, но… как-то не может быть, потому что он превращался, считается. При этом на такой главный марш с штабом всеобщего недоверия, чтобы смогли назвать коррупция, а вот англия и грязь. То есть кому-то это говорит, а тем не менее он все достоин, в городе обсуждает, а как теперь это использовать? Представь, в этом все действительно построено. Как это использовать? Надо, нам это не надо. Ну, какие-то творческие решения, критика. Но вот идея того, что вообще это все, значит, випа, бардак, развал, доспел. Вообще, что этого как бы нет? Ну, то, что было в Востоке, то, что сейчас происходит в Петербурге, значит, куда надо продать дальше поспорить. И вот это все-таки, так сказать, да, глобальный капитализм плохая. Тем не менее такого уровня ядоверия нет. А эти виды документировать это, мне кажется, очень просто. И вы подумали, что это интересно. Тут как раз очень интересно, и американские исследователи анализировали как раз проект башни Газпрома, который тоже все еще не реализован и сменил место жительства. И основная проблема, которая ими выделяется, это непрозрачность всего процесса. Да, когда смета превышается, это понятно, любой ремонт квартиры смета превышается. Но процесс должен быть прозрачен, да, нам должны показать, а почему превышено, на что потрачено. Кризис, опять же, влияет, инфляция и так далее. В данном случае вот этой прозрачности нет в принципе. Они пытаются играть в прозрачность. Они приглашают на стадион, организуя субботник, просят болельщиков и горожан помочь убрать мусор после разрушенного стадиона Кирова, да, и вот недавно был второй субботник. Но это непрозрачность, это возможность поиграть в куличики, да. Те же самые веб-камеры, это опять-таки непрозрачность. Когда им удобно, они включают, когда неудобно, они выключают. Доверие без вот этой прозрачности, мне кажется, невозможно. То есть тут проблема для болельщиков, проблема вообще не в смете. То есть для них, конечно, проблема, что подорожают посадочные места и билеты. Но пока что им вроде как обещают, что не очень сильно, но в общем они ждут. Но для них самая большая проблема – это затянутые сроки. И опасение, что вообще это все взорвется и построено не будет. Потому что они еще очень боятся того, что построят. И там вот была цитата «при первом же официальном матче все обрушится и не будет стадиона». Реплика состоит в том, что это прозрачность виталлическая. То есть они с товарищами, забирая больше 20 самых масштабных проектов, которые были осуществлены в последние 20 лет, ну, с коллегами, с которыми они сделали эту книгу, в частности вот «Пик Дик», огромный туннель, который проходит через весь Бостон и прочее, они очень довольно длинно показывают. И это лишает тебя как-то последнего нормативного пафоса. Они весьма мнительно показывают, что тем в ряде случаев активнее педалируется возможность прозрачности, чем в действительности ее не когда дело доходит до аудита и прочее, прочее. То есть я просто боюсь, что это глобальная проблема. А что касается вопроса, согласились ли вы с таким, может быть, конечно, он покажется вам упрощенным соображением, что вот если общий политический климат в стране окей, тогда и готовность позитивно относиться к проводимым событиям выше, противопоставленности другому варианту, хорошо всем известному. Я просто хотела отозваться на то, что вы упомянули о Донецке и Револе, сказав, что очень такие первые, даже не интервью, а беседы, которые я проводила как раз с коллегами, но с несколькими прокуроренскими жителями, они для чем свидетельствуют, что страхов было много, фрустраций было много. Но потом, во время событий, и особенно во время событий, когда шанс вместе, так сказать, тусоваться со своими, понаевшими отовсюду и так далее, и так далее, и вот это, как мне описывал Матюш из Даньска, «We can do it, it's you». То есть, особенно обитатели маленьких городов демократической Польши и издания демократичной Украины, они испытали блестящий, в общем-то, шанс в этой местной борости, которая, мне кажется, в силу сверхцентрализации, которую мы увидели в другом контексте, люди просто уже отыкли, испытывают, даже когда для этого есть важный принцип. То есть, насколько это вам кажется оправданным? У меня тоже был очень большой соблазн связать, собственно, вот эту песенку «Губернатор Жлоб» с общей ситуацией в стране. Но песня прозвучала не прошлой зимой, а только сейчас осенью, когда все основные, самые активные политические протесты, митинги уже закончились. И не факт, что... Мне кажется, это не совсем связано. Это связано именно с последними скандалами вокруг самого стадиона. Просто там зимой как раз депутаты ЗАГСа послали требование провести расследование по поводу строительства стадиона. И как раз к лету только были готовы результаты этого расследования. Вот к осени диалог с губернатором между болельщиками, между губернаторами и болельщиками, достиг вот этого накала. И насколько это связано с общей ситуацией, сложно сказать. Вот, по крайней мере, ничего из... Болельщики, действительно, лояльны, как оказалось. Вот все, что они пишут на форумах, в личных блогах, касается только личных проблем, возможности или невозможности смотреть футбол, болеть за любимую команду. И до того, как губернатор позволил себе как-то неласково отозваться о жителях города, против него тоже, ну, могли погудеть немножко, да. Но сейчас, действительно, уже такое возмущение достигло именно, мне кажется, все-таки тут именно сама проблема стадиона важна. Для болельщиков.